Друзья, привет! Мы с вами продолжаем разговор про манипуляцию. Спасибо вам за ваши теплые отклики. Но я подозревала, что так и будет, потому что тема манипуляции, она дико популярная, и меня давно уже просили каким-то образом ее освещать. На прошлом выпуске, в прошлом выпуске, я вам рассказывала, что такое манипуляция, кто такой манипулятор. А сейчас я хочу вам рассказать, что же делать, если с манипулятором приходится общаться постоянно. Вот мы с вами говорили о том, что ворона и лисица, басня, да, вот это живой такой пример манипуляции. Смотрите, лисица хочет сыр, она осознает только вот это вот свое желание сыра, но ничего, кроме этого сыра, не видит, лисицу сыр пленил. И вороне, по идее, ей, конечно, самая лучшая стратегия было бы улететь, улететь, унести этот сыр и скушать его где-то в другом месте. Ну или съесть этот сыр, а потом уже сказать, что-то лиса какая-то любезная сегодня, не к добру, видать, да? Но во всяком случае, сначала нужно было скушать свой сыр, а потом уже вступать в какую-то коммуникацию, если вообще вступать. Манипуляция – это стратегия скрытого противоборства, где манипулятор воздействует на свою жертву путем изменения ее состояния сознания, чтобы получить какой-то свой выигрыш ценой проигрыша со стороны своей жертвы. Вот ворона проиграла, лисица выиграла свой сыр. Очень трудно иногда в жизни бывает отличить, чего манипулятору на самом деле надо – сыра, денег, власти или любви, или какого-то чувства собственного превосходства, потому что с самоценностью там совсем плохо, к сожалению. В общем, манипулятор – это такая жертва. В общем, на самом деле, к чему я все клоню? Лучше с манипулятором сократить свое общение до минимума. На самом деле, это очень крутая обратная связь с манипулятором, потому что если вы прекращаете с ним общение, то ему вот некое послание, что я с тобой так общаться не буду. Значит, если он хочет взаимодействовать с миром, ему нужно каким-то образом перестраивать свою стратегию взаимодействия с миром, потому что с самого детства самое страшное наказание – это бойкот для любого человека. Вот даже самые страшные преступники, когда им предлагают одиночную камеру или общую камеру, они предпочитают общую камеру, даже где их будут бить, там, истязать, но ладно, не будем о грустном. В общем, бойкот, изоляция – это самое-самое страшное наказание для человека. Поэтому, когда вы прекращаете общаться с манипулятором, это тоже такое важное ему послание. Но бывают в жизни такие ситуации, бывают скорее, когда невозможно прекратить общение. Это кто-то из родственников, или это начальство, или это коллега там. Но бывают такие ситуации, когда общение продолжается изо дня в день, и тем не менее человек постоянно как-то подкалывает вас. Ух ты, какая кофточка интересная на тебе! Только единственное, коварная она, да? Вот сразу она показывает, если человек поправился. Так что осторожно с ней будь. Вроде никакой открытой агрессии нет, но настроение испорчено на целый вечер там, да? Или там, не знаю, начальник скажет, вот что? Погода хорошая. Не работает сам? Понятно. А я как раз о премиях сейчас думал. Непонятно, чего сказал, да? Двойное какое-то послание. Или коллега говорит. Ну что? Тебя опять вызывают? Не иначе там какие-то у тебя тайны с шефом, потому что ты об этом никогда не рассказываешь. Смотри, ведь Лиза тоже может об этом узнать. Ничего особенного не сказал. Но какое-то ощущение, что что-то не так. Вот муть какая-то непонятная такая, да? Вот что делать с такими людьми? Вот вам с ними общаться все равно нужно, никуда не деться, или там нужно менять место жительства, не знаю, там, пластическую операцию делать, пол. Вот. Ну когда вот все равно вот нужно оставаться и что-то такое делать с этим совсем, да? Что делать? Есть такая замечательная техника, техника уточнения цели. Вы просто говорите. Слушай, а зачем ты сейчас мне это сказала? Причем, смотрите, никакой агрессии абсолютно, да, вот никакой вот какой-то, вот, 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 агрессии никакой не должно быть, в общем, ребят, только спокойно, очень спокойный интерес, спокойный интерес, никаких разборок, никакого воспитания, я хотела сказать, да, вот смотрите, а зачем ты сейчас это сказала? Больше никак, да, вот, никаких, а зачем ты это сказала, да, вот, нет, а зачем ты это сказала, тоже не то, а зачем ты это сказала сейчас? Знаете, какой самый страшный страх манипулятора? Они дико боятся быть раскушенными. Вы раскрыты, майор, да? Вот это вот самое страшное для них. А когда вы задаете вот такой вопрос, у них, они получают явное послание, что вы понимаете, что что-то там не так в том, что они делают, да, и вот вы увидите, что манипулятор моментально сольется, да, вот, то есть не могла бы ты объяснить, там, зачем ты мне сейчас это сказала, или что ты прямо сейчас вот хочешь мне этим сказать? Ну, либо пойти просто на спокойную конфронтацию, да, вот, если там кто-то вам регулярно говорит, ой, как ты безобразно выглядишь там, да, просто спокойно говорите, слушай. Вот такого вида общения, оно меня расстраивает как-то и утомляет. Если ты будешь продолжать общаться в том же духе, мне придется просто прекратить с тобой общение. Могут вам сказать, что это, ультиматум? Нет, это не ультиматум, это просто информирование о неизбежных последствиях. Все, ребята, очень спокойно, очень как-то доброжелательно, да, без всякой агрессии, без всякого наезда. Вот так вот, да? То есть мы с вами сегодня посмотрели технику уточнения цели и технику спокойной конфронтации. Если вам интересно узнать поподробнее о взаимодействии с манипулятором, да, и о его тайных выигрышах, приходите на мой бесплатный вебинар, просто вот приходите по ссылочке, там вот можно пройти и записаться, зарегистрироваться. Там будет много таких фишек интересных и много практик, шесть практик. Ну, в общем, на самом деле, если вам было сегодня интересно то, что я вам рассказывала, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. В следующий раз тоже будет что-то очень интересное про манипуляцию. Но буду рассказывать другие приемы, да, вот каким образом вам можно обезвредить, обездвижить, накинуть лассо, чтобы на время он остался неподвижным, без всякого вреда для своего здоровья, но с некой обратной связью, чтобы так взаимодействовать с миром лучше не надо. В вашем лице, по крайней мере. Пока, до следующей недели. Продолжение следует...